Дмитрий Беломеснов 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 для вас главное в шоу может быть костюмы для меня самое главное в шоу чтобы это было именно красивое зрелище потому что я считаю что публика который приходит на спектакль оно должно они должны отдохнуть отдохнуть от этого нашего сегодняшнего быта вот от это серости все они должны прийти окунуться какую-то атмосферу детства воспоминаний свои потому что все-таки цирк я еще раз повторюсь у многих это ассоциация воспоминания детства поэтому это должно быть красиво в первую очередь это даже быть празднично и если всем что есть уже мой стиль за столько лет выработаны это вот эта эстетика она приближенная примерно к шоу ли дом или наруж но сделано естественно с цирком вот вы сказали что очень большое количество декорации было привезено и костюмов скажите как получается не переборщить с блеском с шиком как-то выдержать вот ту грань чтобы было стильно и чтобы было креативно до этого есть режиссеры постановочные группы которые занимаются этим поэтому у каждого циркового спектакля и не циркового спектакля есть своя стилистика свой почерк то есть уже ряд определенных режиссеров которые знает страна которую делать своем направлении мне допустим очень нравится цирк дюсалей да но это совершенно разная история это цирк театр и формат цирка дюсалей он отличается ото всех пошел он абсолютно индивидуальный такой же индивидуальный королевский цирк только он совершенно другом формате сделан то есть шоу лидо и молин руш невозможно не отличить человеку который понимает что такое о чем это поэтому когда ты смотришь какие-то номера которые представлены королевском цирком на каких-то международных фестивалях циркового искусства то всегда можно отличить что эти номера и шоу ги и радзы это есть у них есть свой почерк свой стиль это во первых а это красивые люди б это абсолютно креативные костюмы и 3 эта постановка которая абсолютно эксклюзивная она всегда необычная жители владивостока зрителей это все ждет да конечно все приехали во владивосток уже остался один день до начала гастроль поэтому мы вас всех ждем и конечно меня радует что владивосток помнит еще шоу и 5 континентов и королевский целых семи лет назад это видно по ажиотажу продажи билетов то есть если нас примерно спектакли нет ни одного билета уже продано все на первые два спектакля это говорит о том что люди сегодня во первых даже по звонкам звонят в цирк и спрашивают а это тот королевский цирк который был тогда когда привозил ги и радзы настоятельно очень много псевдо цирков которые приезжают под громкими названиями поэтому вы помните ласковый май андрюша разина с которым я очень дружу и когда был юра шестурунов было 7 коллектива 15 коллектива ласковых майя и понимать и этот коллектив королевский цирк то есть тот первый состав из легендарного шоу 5 континентов поэтому мы все уже здесь я в студии у вас через какое-то время пойду на манеж на генеральный прогон который сегодня состоится поэтому мы ждем вас с 20 июля до 1 сентября каждая суббота воскресенье и мы добавили в будние дни спектакли потому что на самом деле ажиотаж на спектакле на билеты и очень удобная сегодня система того что опять таки не было давно сегодня не нужно приходить в кассу и стоять в очередях за билетами совершенно спокойно можно зайти на сайт королевского цирка на сайт владивостокского цирка и купить сидя дома просто с мобильного телефона билет а как рождаются идеи для ваших шоу вы знаете идеи они приходят совершенно вот спонтанно они совершенно случайно может могут возникнуть это или какие-то задумки которые ты придумываешь специально или от чего-то отталкивается мысль и рождается какая-то идея это же творческий процесс он меняется по ходу поэтому ты даже когда что-то придумываешь начинаешь делать и репетировать на вы на репетициях на прогонах там вытекает очень много каких-то нюансов и ты переделаешь это все поэтому пока не доведешь все до того уже финального результата когда ты можешь показать на зритель и даже когда ты выпускаешь на манеж номер и смотришь реакцию публики ты понимаешь какие-то свои творческие ошибки которых нужно постоянно исправлять исправлять и то есть то профессиональное творчество когда люди занимаются этим профессионально а вот такой вот интересный вопрос как вы находите артистов для своего шоу у нас есть московская страна циркового училища не руманцевого карандаша где уже почти 10 лет стяжу в экзаменационной государственной комиссии у меня очень много выпускников с этого училища у меня очень много детей с цирковой студии которые выпускают детей они уже по 25 лет но они были детьми когда они выпускались со стран цирковых студий по многим городам россии существует я очень много ребят отбираю со спорта очень много девочек ко мне приходится хореографического училища просто люди которые владеют хореография неважно они откуда и где они до этого работали да поэтому абсолютно набор идет отовсюду но набор заключается в том что мы ищем какие-то красивых людей с хорошими данными смотря на какой жанр мы нам требуются люди но у вас вот уже наверное выработалась та чуйка мне очень много вводится владивостока ребят у меня вот лёша плотников который со мной еще 20 лет назад когда мы выпускали шоу 5 континентов я просто забрал с униформы владивостокского цирка и по сегодняшний день у меня работают прошло уже 20 лет у меня замечательных хореограф коллективом максим боченко и одного один из моих солистов шоу королевский цирк который тоже с города владивостока мы его как раз пригласил вот сейчас его кадр на манеж вот он значит мы его взяли во владивостоке пригласили вот тогда когда мы были здесь 7 лет назад и уже 7 лет мы гастролируем месте поэтому в каждом городе мы можем брать и приглашать людей сенам если она не требуется вот такой еще вопрос как вы думаете отличается ли владивостокский зритель от московского или нет никакой разницы и вы знаете вот когда мне такие вопросы задают очень часто задают вопрос вот как вам зритель там в омске или там как вам зайти в москве или как там сучи зритель абсолютно одинаковы понятно что где-то есть искушенный зритель который видел более больше чем допустим костроме зритель примерно допустим да но я никогда в жизни за мои 30 лет не сокращаю не там возил какие-то там гастрольные истории как и отдельные вот шоу который бы меня выпускалась в москве она ехала в тур вот в этом составе даже во владивосток несмотря на то что дистанция километров от москвы до владивостока очень длительная но гастрольный график сделан так что мы доезжаем до владивостока через какие-то определенные города и также возвращаемся до москвы это большой такой тур то который начинается с сибири пошел дальше поэтому во владивосток 17 фур тонны декораций все то же самое то что было московском цирке никулина давайте вернемся к шоу королевский цирк расскажите более подробно о животных что ждать зрителю будет большой аттракцион из молодых хищников это африканские львы или игры это помесь о льва и тигра будут королевские фризы королевские фризы а мы их называем так на самом деле это красивые очень лошади крупные лошади фризы будет замечательный номер русская зима сделан в национальном русском стиле это белые лисы это олени это борзы будет номер который сделан в ключе испании и он немножко такой неординальный со своим подходом опять-таки режиссерским вы увидите вы поймете о чем и говорю чтобы не открывать все секреты это тибетские яки одновременно манежа очень много яков поэтому очень много животных программе которых вы увидите таких необычных которых не всегда увидишь на манеже цирка допустим над залом я вам открою секрет пролетят розовые пеликаны и в это время будет огромный питерский фонтан с райскими попугаями которые будут сидеть на этом фонтане и в это время будут розовые пеликаны работать в манеже и над манежем в том числе а вот помимо животных также будут и акробаты и квилибристы безусловно все жанры я уже сказал будут каната ходцы и квилибристы акробаты воздушных гимнастов очень много потому что я очень люблю воздушные номера в целке имеют себя очень много воздушных номеров сейчас прервемся на короткую рекламу я напоминаю у нас в студии заслуженный артист россии ги эрадзе я напоминаю эта программа время говорить у нас в гостях заслуженный артист россии ги эрадзе ги в январе этого года вы вместе со своими артистами стали обладателями самой главной цирковой награды всего мира золотого клоуна международного фестиваля в монте-карло расскажите пожалуйста как это было и что вы чувствовали когда принимали эту награду спасибо вы знаете когда мы отработали итальянский фестиваль в латини у известной цирковой династии которые проводят фестиваль фабио мантика там нас как раз увидела очередной раз принцесса стефания принцесса монако и и успел это арктический директор фестиваля монтекарло нас пригласил официально в монако на фестиваль конечно это было жутко волнительно потому что мы очень долго к этому готовились очень много репетировали и готовили специальные номера потому что я совершенно четко понимал что на фестивале монтекарло на чтобы понимали вообще фестивале в монако это как для артиста когда это как для спортсмена олимпиада также когда артиста цирка это высшая ступень которая может быть вообще в мире к это целковой некий оскар поэтому туда приезжают вообще лучшие номера со всего мира со всей планеты и просто даже участие на этом фестивале это уже дорогого стоит когда ты считаешься участником даже просто фестиваль даже то есть ничего не взял поэтому я совершенно четко отдавал себе отчет что я представляю не только российскую государство цирковой компании и уже как статусе режиссера компании я везу российских артистов а в целом россию на фестивале монако поэтому мы очень долго готовились у нас была очень творческая большая группа композиторов балетминистров режиссеров мы придумали специальные номера в национальном стиле русском и мы привезли 75 человек колоссальное количество декораций супер трюковых номеров именно трюковых потому что это фестиваль и он оценивается по трюкам но вы знаете что русский цирк он всегда был самым лучшим цирком в мире поэтому мы не могли опустить эту планку и когда мы отработали княжеская семья монако во главе принца альберта принцессы стефании стоя аплодилово вместе всем со всем залом всем нашим номерам всем нашим номерам мы черкну которые были на фестивале и впервые за 43 года фестиваля существование фестиваля потому что его еще 43 года назад придумал и основал в монако князь римье это отец принцессе стефании принца альберта и до сих пор дай бог ему здоровья жив доктор алан который является тоже основателем фестиваль он тоже присутствовал на этом фестивале это был очень волнительно потому что у нас была большая очень поддержка российских артистов поехал ваш коллега мой большой друг который транслирован федеральном канале все андрюша малахов и все это было очень очень так жутко волнительно и когда мы уже а там происходит следующим образом значит после того когда ты отрабатываешь фестиваль вечером после фестиваля после всех дней банкет и на банкете сама принцесса стефания со всеми членами международного комитета жюри объявляют кто что завоевал и когда мы сидели на банкете есть даже кадры мы сидели с вашим коллегам андрюш малаховом своими артистами и все наши камеры были значит направлены на принцессу стефанию мы очень долго ждали пока она выйдет и объявит и когда объявили бронзу объявили серебро и когда дело дошло до золота и совершенно четко понимал что у нас нет никакого шанса что мы просто поучаствовали думаю на этом тоже спасибо и когда объявили что впервые за 43 года коллектив целиком не расценивали отдельно наши номера а нас объединили вместе и далее как коллективу золотого клоуна это было конечно высшая степень какого-то счастья эмоции гордости той которую я испытывал опять-таки за наших артистов за моих артистов за то что мы могли сделать и доказать опять всем миру что русский цирк и в сегодняшний день он лучше и он не опускает свою планку потому что это была честь страны в моем жанре представить страну на лучшем фестивале мира на сегодняшний день на международной арене цирка какие страны также могут составить нам конкуренцию китайцы очень сильные очень сильно и потому что они славят своей акробатической школы и эквилибристика у них очень развита им равным наверное в этом нет но мы не опускаем свою планку мы это российский цирк русский цирк поэтому всегда я тоже сейчас хожу в комитет международного комитета члена жюри и сижу на всех фестивалях мира и вы знаете не было ни одного фестиваля чтобы педестал из тройки лучших не был заполнен российскими артистами всегда русские артисты завоевывают награды высшие на международный фестиваль ну и сейчас такой личный вопрос вы уже некоторое время не выступаете до мужчины выступа почему ну потому что совмещать невозможно объять необъятное невозможно я для себя решил так я же очень рано начал выступать я начал выступать в 11 лет я еще был молодым до ребенком еще можно так сказать да в 11 лет когда я вышел в первую в манеж поэтому когда прошло много много лет я почти 25 лет был на манеже и когда я начал заниматься уже продюсерская работа у меня уже сегодня 4 коллектива у меня 450 моих своих собственных артистов которые меня в штате я главный режиссер и художественный руководитель всей российской компании союз госцирка бывшего росгосцирка поэтому у нас 15 больших крупнейших коллективов мира в компании росгосцирку 1300 артистов очень большой объем работы и всего не у невозможно успеть а если еще выступать на манеже то понимаете это невозможно совместить манеж и артисты это абсолютно другой мир и человек который выступает в манеже он ему должны подносить все артиста нужно обслуживать поэтому когда я уже в роли художественного руководителя и главного режиссера вот теперь моя задача чтобы артисты получили все то что когда-то я не дополучил от тех от которые которые мне должны были это подавать в то время когда я свою карьеру строил то есть я совершенно четко понимаю что нужно артисту чем ему нужно помочь что нужно изменить ну и вы знаете мне бы никогда наверное во сне бы не приснилось что я мальчишка из тбилиси который вырос родился в тбилиси окончил эстрады целкового училища в городе тбилиси в грузии переехал потом в москву после распада советского союза и в союз госцилки когда был легендарный совершенно сумасшедшие в хорошем плане гениальный главный режиссер и художественный руководитель мессы головко который создавал великий полет журавли который делал олимпиаду когда мишка взлеталась вы помните это же вся его постановка поэтому это был мой педагог он ушел из жизни к сожалению несколько лет тому назад потому что годы потому что время он очень много лет дай бог ему здоровья жил и очень много возглавлял союз госцир в качестве художественного руководителя и после него спустя какое-то время меня назначают художественным руководителем и главным режиссером союз госцирка для меня до сих пор союз госцирк потому что он объединяет все наши цирки после союз госцирк потому что раньше это был были все советские цирки входили в одну ассоциацию союз госцирк сегодня туда входят только артисты только цирки росгосцирка потому что россии но также все цирки страны без росгосцирка существовать не могут почему все базовые номера и аттракционы в штате российская компания это самая крупная компания в мире цирковая это когда понимаешь что с творческой точки зрения ты возглавляешь эту компанию и ты отвечаешь за каждый номер который выходит в манежи это колоссальная ответственность поэтому и к этому мне еще нужно морально это осознать перед тем как согласиться на это предложение то не так легко когда у тебя тонны заявлений со всех сторон на приобретение там нельзя костюмов там реквизита там просьба переделать номера там ну артисты по разным вопросам обращаются но мне с ними и на со мной легко потому что этот путь цирка с нуля я с 11 лет я его прошел поэтому мне не нужно объяснять ничего я знаю каждый нюанс что они хотят и о чем это заявление если она ко мне поступает к сожалению наше эфирное время уже подходит концу я предлагаю вам обратиться к нашим зрителям удалось этих с удовольствием дорогие жители ради востока гости и все кто будут в это время во владивостоке приходите на шоу королевской цирки и радзе в город владивосток на самом деле мой любимый город потому что абсолютно искренне всегда говорю только искренне и честно это по мне видно переполняет у меня эмоции потому что цирк владивостока знаю наизусть очень часто ездили в японию именно с и гастроли в японию формировались через владивосток и я еще помню всех легендарных директоров в владивостоке кто были и лёши туркалов и всех всех я помню в этом цирке очень радует когда я даже зашел во владивостокский цирк сейчас меня встретили сотрудники которых я знаю 20 лет тому назад те же самые так само инспектор манежа владивостокского цирка вита который до сих пор инспектора манежа в цирке во владивостоке поэтому хоть и сделали ремонт это замечательно что освежили цирк но сам цирк и закулисная часть она абсолютно осталась такая же какая она была поэтому я могу закрытыми глазами по всему цирку пройти во владивостоке потому что я его очень хорошо знаю и правда очень стараюсь чтобы шоу который я привез абсолютно новое шоу королевский цирк это было по крайней мере на этот гастрольный период пока мы будем до 1 сентября большим праздником до груда владивосток спасибо спасибо вам большое game я напоминаю это была программа время говорить у нас в гостях был заслуженный артист россии гиа эрадзе а для вас в студии работал дмитрий беломестнов увидимся на восьмом дмитрий беломестоке